Более подробно эту тему мы обсудим с нашим следующим гостем, правозащитник, основатель и руководитель Центра содействия международной защите. Карина Москаленко с нами на связи. Карина Акоповна, здравствуйте, рада приветствовать. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, мы вот говорим о дезертирстве в целом и видим уже, я не знаю, не сотня тысяч случаев, когда российские военные попросту не хотят воевать. Но законы Российской Федерации внутри России, они созданы таким образом, что ты либо идешь умирать на войну в Украину, либо ты здесь остаешься в тюрьме и, скорее всего, надолго. В лучшем случае в тюрьме. Вопрос банальный, первый. Вот именно так, как у нас обозвана тема сегодня. Как дезертировать? Реальны ли юридические методы того, как себя защитить, себя, имея в виду россиян, которых мобилизовали и которые не хотят воевать? Да, это реально для людей осведомленных. Есть люди, осведомленность которых крайне низкая. Они в растерянности. Есть люди, которые идут воевать по так называемым убеждениям, хотя я не могу считать это убеждениями, это просто реально отсутствие информации. Но, вы знаете, если человек мыслящий попытается проанализировать законодательство Российской Федерации, то, конечно, есть способ требовать альтернативной гражданской службы. Есть способ даже тогда, когда человека ввели в заблуждение, потом уйти от необходимости служить в армии, которая ведет войну. Но для этого, конечно, надо проявить определенную последовательность и, конечно, знать свои права и знать свои обязанности. В основном в России предусмотрена административная ответственность за уклонение. И такие дела идут. Никто из моих коллег их не ведет. Я не буду обсуждать их, потому что обычно адвокат говорит только по тем делам, которые он сам ведет. Но есть публикации. И, как мы видим, уголовных обвинений по этим делам крайне мало. Я видела только одну такую надежную информацию. И то это дело было в итоге прекращено. Проблема, конечно, это трагедия молодых людей. Давайте согласимся с этим. Потому что хорошего выхода из всего этого нет. У нас есть активисты, у нас есть правозащитники, которые разъясняют молодежи, как можно уйти от этого легальным способом. И есть совершенно разные способы просто воспользоваться правом на альтернативную военную службу. Это не просто. Я сказала просто. Это не просто, но просто есть такой закон. И поэтому есть такое право. Во всех остальных случаях людям приходится прибегать к серьезной такой изобретательности. Очень многие из тех, кто подпадали бы под эту обязанность, они просто покинули Россию. И это тоже трагедия россиян. Потому что их жизнь сломана. Они не хотят жить в стране-агрессоре. Они ни в коем случае не хотят служить в этой армии. И они ни в коем случае не хотят убивать ни братский украинский народ, ни какой-то еще другой народ. И этим людям я очень-очень-очень сочувствую. Я тоже жалею, очень жалею, не знаю насчет сочувствия. Очень жалею тех людей, которые были обмануты и оказались в Украине. И мы знаем довольно много публикаций, выступлений и их обращений к своим родным, когда они прозревшие говорят о том, что происходит. И, в общем-то, ищут способ прекратить каким-то образом участие в этом преступлении. Вы знаете мою позицию. Это преступление. Мы обсуждаем уже последствия и симптомы того заболевания, которое я как юрист назвала бы тотальным нарушением уголовного, именно уголовного законодательства со стороны российских властей. В этом смысле статья 353 Уголовного кодекса Российской Федерации и исчерпывающий говорит о том, что планирование, подготовка, развязывание или ведение войны – это уголовно наказуемое деяние. Понимаете, я понимаю, что исполнение преступного приказа – это тоже преступление. И человек должен все-таки понимать, что это преступный приказ. Он должен в этом разобраться. И молодые люди не всегда в этом разбираются. Но те, кто ответственны за это основное преступление, те, кто их вовлекли, те, кто их мобилизовали, те, кто их направили в другую, независимую, суверенную страну, с тем, чтобы они там делали… Ну, давайте я не буду повторять, что они там якобы должны восстанавливать или с чем должны бороться, потому что, ну, это просто даже критики не подлежит. Это очевидно. Я слышал о каких-то планах по фашизации, не знаю. Это просто немыслимо. И, к сожалению, люди, которые привыкли, вот так привыкли в каждой стране, большинство людей привыкли поверять в свои власти. Вот так уж психологически складывается ситуация. И я их не оправдываю, потому что, ну, хорошо, как мы говорим, надо уметь считать до двух или хотя бы, ну, уже даже больше все-таки до трех, чтобы проанализировать ситуацию и понять, что тебя обманывают. Ну, я не могу от всех людей этого требовать. Но те, кто развязали эту войну, вот они главные преступники, они должны отвечать за это, они должны осознать это, прекратить это действие немедленно и не ввязывать свой народ, свое молодое, дееспособное мужское население в эту грязную, агрессивную войну. Карина Акоповна, позвольте уточнить, я согласен с тем, что это преступление, все, что сейчас делают российские военные, российское военное руководство, лишь с одним вашим месседжем я не согласен, о том, что украинцы и русские – это братские народы. Потому что братья не убивают, братья не захватывают, если бы это были братья. Вот с этим, позвольте, я тут с вами не соглашусь. Пожалуйста, Карина. Ну да, я думаю, что жители Украины, в принципе, это не поддержат, даже по отношению тех, кто сейчас покидает Российскую Федерацию, поэтому все-таки это несколько резонирует с тем, что сейчас происходит в Украине. Я знаю эту сложность. Вы знаете, я армянка по национальности, у меня украинская фамилия, так получилось в моей жизни, но я армянка по национальности, но я россиянка по паспорту, и я вам скажу, если бы даже я была китаянка, для меня украинский народ – братский народ. Я признаю за украинским народом сегодня эту связь не поддерживать. Я это понимаю и отдаю должное их чувствам. Но я с огромной симпатией отношусь к этому народу. Моё детство прошло в Украине, я фактически родилась там, то есть у меня место рождения другое, но я жила там до начала школы. И всё моё детство там прошло. И первый мой язык был украинский. Мои родители заметили, когда взяли меня с шестидневки, что она же говорит по-украински. А по какому я ещё должна была говорить? Понимаете, да, для меня это так. И даже если мой украинский друг сегодня мне не ответит на мои братские-сестринские чувства, я это пойму и приму. Но я всё равно считаю украинский народ моим братским народом. Ирина Комовна, да, просто мы не склонны вот так вот обобщать даже и по отношению. Давайте мы вернёмся к теме. Есть, к сожалению, ограниченное время эфира. Итак, после объявления мобилизации в России несколько тысяч чеченцев устремились в Хорватию через границу с Боснией и Герцеговиной, чтобы избежать призыва на войну с Украиной. Они просят в Европе политического убежища, и вместе с ними едут жёны, матери, бабушки. Они говорят, что власти Чечни изгоняют их, просто изгоняют из разных сёл за отказ родственников, мужчин, отправиться на фронт. Об этом пишет в настоящее время. У нас есть цитата, её услышим и продолжим тему. Минкаил – бывший житель Аргуна. Он с детства занимался единоборствами. В середине декабря его вызвал участковый и вручил ему повестку в военкомат, сказав, что мужчина будет воевать в составе штурмовой группы. «Я испугался, что пошлют сразу на передовую. И в тот день, когда за мной пришли кадыровцы из-за неявки в военкомат, я ушёл через чёрный ход своего дома, покинул страну через аэропорт в Минводах и добрался до Турции. А потом до Хорватии. В лагере я узнал, что с 1 января Хорватия будет входить в Шенгенскую зону и можно будет без проблем доехать отсюда до Германии. Поэтому я ждал до Нового года», – рассказал он. Почти все беженцы хотят добраться до Германии или Австрии. Минкаилу из Аргуна повезло. Он всё-таки добрался до Германии, где подал прошение об убежище. Из статьи настоящего времени. Так вот, и вот как мы понимаем, что даже родственникам тех, кто отказывается идти на фронт, приходится совсем не сладко, и тоже нужно обязательно уезжать из России, если хотят хоть как-нибудь более-менее нормально жить, по крайней мере, спокойно в этот период. И вот вы также говорили ранее об альтернативной службе, что есть, по крайней мере, такое законное право, но мы об этом говорили ещё в начале полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины. И тогда ещё действительно все правозащитники подтверждали, что вот такой вариант, он работает. Но сейчас всё чаще мы слышим в наших эфирах, в том числе, о том, что не работает это уже, и воспользоваться этим правом крайне сложно, хотя бы потому, что процесс от мобилизации до непосредственной отправки на фронт, он очень кратковременный. Это очень быстро происходит, и едва ли кто-то успевает что-то сделать. И вот один из советов, который также звучал в нашем эфире, это если вдруг уже так случилось, что получил мужчина, парень, ну, кто угодно, повестку, и он не может уже поставить за свои права, то советовали, чтобы это делали родственники, родственники обращались в прокуратуру и так далее. И вот при условии, что даже родственникам не сладко, как может работать эта схема, и поможет ли действительно такие действия родственников несколько, по крайней мере, потянуть время до того, чтобы найти решение, для того, чтобы человека, как минимум, не отправили на фронт? Вы правы. На практике этим воспользоваться трудно. Во-первых, об этом надо озаботиться намного заранее, задолго до того, как пришла эта беда, я так скажу, и это бедствие. И поэтому думать об этом надо еще тогда, когда человек не призван в армию, и он должен позаботиться о том, чтобы его документы уже содержали его заявление об альтернативной службе. Тогда легитимных оснований привлечь его к уголовной ответственности хотя бы не будет никаких. Ну и, в общем-то, и к административной тоже. Вы правильно ставите вопрос. Мы можем теоретически рассуждать о чем угодно, но если практически человек уже находится в этой ситуации, то я читала, ну, воспоминания, или, скажем, делились своим опытом те, которые, те ребята, которых призвали, что они убежали, что они спрятались, если после этого занялись вопросом обеспечения их альтернативной службой. Это, конечно, работает очень и очень... На практике очень трудно это сделать. Но скажите мне, пожалуйста, когда вас преступная группа пытается ввести в свое действие, когда вас пытаются привлечь к участию в преступлении, чем вы будете спасаться, если силы так не равны? Конечно, бегством. Поэтому я не могу не приветствовать тех людей, которые, не желая участвовать в этом преступлении, прячутся, убегают, просят убежище. И, конечно, это чисто индивидуально, но кому-то удается убежать. Ко мне совсем недавно обратился человек, который убежал, и я пыталась защищать его в другой стране. Власти этой страны мне помогали в этом, потому что они дали мне безлимитную возможность с ним общаться, разъяснять его права, объяснять, что если он совершил так называемый отказ от преступлений, то он может рассчитывать на такое-то и такое-то послабление, а может быть даже на освобождение от уголовной ответственности. Но, конечно, на практике это очень сложно. Я с вами согласна. Можно теоретизировать сколько угодно, но, как показывает жизнь, ребята, которые осознали, что с ними происходит, и в одиночку пытаются от этого уйти, с этим бороться, им приходится очень тяжело, потому что они бегают по лесам, они где-то пытаются каким-то образом уйти, уйти от необходимости, идти убивать другой народ. Спасибо за замечание, которое вы мне сделали. Убивать другой народ. И кому-то это удается, кому-то это не удается. И это страшная трагедия российской молодежи, российских людей. И вот мы сегодня уже вспоминали, что немаловажную роль, вот то, о чем вы говорите, действует и влияет на это российская пропаганда информационная, которая просто ежедневно, 24 часа в сутки, рассказывает о том, что там враги, там фашисты, неонацисты. Вот, ну, это проблема, это реалии, в которых мы живем, и вот наш с вами в эфир, в свою очередь, это тоже информационное такое себе сопротивление той российской пропаганде, которая ежедневно льется. Карина Акоповна, вам огромное спасибо, что приснились к нашему эфиру. Напомню, правозащитник, основатель и руководитель Центра содействия международной защиты Карина Воскаленко была на прямом связи с нашей студией.